Третий час в четверг, как всегда, радует нас приходом Михаила Михайловича Ходоренко, военного эксперта, экс-главного редактора, военно-промышленного эксперта и блистательного специалиста по военной тематике, по вопросам тактики, стратегии и военных технологий. Слушатели, вы хотели позитива? Вот сейчас позитив у нас и будет. Михаил Михайлович, вам слово. В этот раз мы поговорим о том, почему с такой легкостью были сокрушены все противники Соединенных Штатов в войнах последних десятилетий. Конечно, понятно, что эти страны обладают несопоставимым военным и военно-экономическим потенциалом. И вопрос заключается не в том, что они были сокрушены, а почему это произошло с такой легкостью. И при этом Соединенные Штаты и их союзники не понесли практически никаких потерь. Вот почему так получается? Вот этот, наверное, вопрос мы поставим. И второй важный момент, о котором мы обязательно должны сказать вначале, это то, что Соединенные Штаты от конфликта к конфликту в формах и способах ведения боевых действий практически не повторяются. То есть, если взять, например, «Бурю пустыни» образца 1991 года, то это один рисунок боевых действий. Если, например, «Леса в пустыне» 1998 год, это уже другой, совершенно другой «Свобода Ираку» 2003 год. То есть, вот такое слово, как «шаблон», видимо, все-таки им совершенно неизвестно. И каждый раз обязательно найдется что-то такое, что, собственно говоря, является неожиданным для военных аналитиков, для военных экспертов. Вплоть до применения новых образцов вооружения и военной техники, новых каких-то способов, приемов. Вот, в частности, например, когда началась операция по сокрушению Ирака в 2003 году, то практически все военные аналитики ожидали, что эта операция начнется с длительной воздушной кампании. Ну, по крайней мере, там, 15-20 суток бомбардировок. Ну, классическая должна была. Ну, вот в том-то и дело, что шаблон, он как-то, значит, не присутствует в действиях командования Соединенных Штатов. И практически с первого дня, с первых часов в действия были введены сухопутные группировки войск. Это оказалось крайне неожиданным для всех, так сказать, наблюдателей. Да и вообще, американцы в те годы очень язвительно говорили, что, например, в отношении наших некоторых военачальников, что они даже, например, не смогут квалифицированно откомментировать ход ведения боевых действий. Ну, так практически и произошло. И тут, кстати говоря, сразу надо разделить два момента. Собственно, военную кампанию и что стало после нее. Потому что это две разные вещи. Одно дело, значит, 20-дневная военная кампания образца 2003 года. И второе, это уже действия Соединенных Штатов в поверженном Ираке. Это разные вещи. Ну, я просто ни от кого ничего доброго по этому поводу не слышал. Ни в Ливии, ни в Ираке, ни в одном том, ни, кстати, и в Афганистане по второй, по крайней мере, позиции. Мы все-таки будем говорить о чисто военных вещах, поскольку, значит, они выиграли войну, как иногда принято говорить, но проиграли мир. Поскольку, значит, ничего не было предусмотрено у них, ну, в плане каких-то вот аккопационных действий. Причем никогда. Никогда. Ни в одной войне. Ни сил на это никаких не было, ни задействовано, ни средств, ни плана никакого у них не было. Потому что, например, вот те же самые, значит, немцы, когда они сокрушили Францию в 1040 году, они не стали разгонять французскую полицию. Они не стали там упразднять их силовые структуры, значит, они просто, значит, с ними сотрудничали на какой-то основе, значит. И, кстати говоря, значит, и в 1944 году, когда прогдали немцев, та же самая полиция осталась на своих местах. То есть, вначале они ловили коммунистов, потом начали ловить колорацибайонистов, но все были на своих местах. Папаша Мюллер гонял, как мы знаем, фашистов по 17 мгновению весны, потом пришли фашисты, и он с тем же удовольствием, став руководителем гестапо, начал для них ловить деятелей Вермаркской республики. Вот этим же занималась и французская полиция в период с 1940 по 1944 год. А в Ираке они разогнали буквально все под ноль, все разрубили там на пятаки, и, собственно говоря, страна погрузилась в хаос. Но это не предмет нашего анализа сегодня, мы будем все-таки говорить о чисто военных аспектах. Как так получается, что, собственно говоря, вроде как все эти страны обладали, ну, какими-то вооруженными силами, военно-воздушными, средствами ПВО. У некоторых даже были там зачатки военно-мороскового флота, и с такой легкостью, значит, все это было сокрушено. С чего тут надо начинать? Надо начинать все-таки, что вначале с необычайной тщательностью Соединенными Штатами и их союзниками, ну, если, конечно, такие присутствуют в той или иной операции, проводится разведка предстоящего, так сказать, объекта поражения. Она проводится с необычайной тщательностью, полностью выявляется вся система государственного и военного управления, пункты управления, подземные пункты управления, линии связи, радионаправления, группировки войск. Ну, все вплоть до расположения отдельных образцов вооружений и военной техники. При этом задействуются все средства ведения разведки. И орбитальная группировка Соединенных Штатов, и воздушная разведка, и разведка с помощью беспилотных оператов, и агентурная. И накануне боевых действий начинается проникновение в страну глубинной разведки. То есть, ну, это спецподразделения, значит, которые проникают уже за несколько суток, за несколько часов до начала, собственно говоря, первого массированного удара, и обеспечивают разведданными уже непосредственно действия ударных сил флота, военно-воздушных сил. Короче говоря, значит, к моменту начала конфликта полная картина состояния государства, вооруженных сил у них имеется. И в соответствии с этим, конечно, и планируются первые удары. Цель первого удара – это полностью парализовать государственное военное управление. То есть, чтобы никто не смог отдавать никакие приказы, чтобы никто не смог управлять ни с какого-то пункта управления, какие-то осмысленные распоряжения отдавать. Для этого, в первую очередь, удары наносятся по пунктам управления, узлам связи, линиям связи. И с помощью средств радиоэлектронной борьбы делается невозможным вообще, какое бы то ни было управление. То есть, буквально с первых минут конфликта люди, противоположная сторона, не могут, как говорится, понять, где у них голова, где у них ноги. Затем, вот первое – это парализация государственного и военного управления. Затем из строя выводится система ПВО. Всё-таки такая, какая-никакая, всё-таки у них была. И вот часто задаются вопросами. А почему, собственно говоря, она не открыла огонь? Почему не поднялись в воздух истребители-перехватчики? Почему? Ну, вообще, по Ираку у нас была идея о том, что Багдад будет Сталинградом для американцев. И ничего. И ничего. Ни один прогноз, опять-таки, не оправдался. Ни один зенитно-ракетный комплекс, ни одна зенитно-ракетная система не открыла, так сказать, огонь. А оставшиеся исправные самолёты почему-то перелетели в Иран. Правильно? Ну, казалось бы, в чём тут дело? Вот на примере системы ПВО. Ну, на пальцах попробуем это разобрать. Потому что любая система противовоздушной обороны, она состоит так, ну, в целом из трёх частей. Это первое. Система зенитно-ракетного прикрытия, система истребительно-авиационного прикрытия и система радиоакционной разведки. Вот. Чтобы парализовать работу всех этих звеньев, значит, делается следующее. Американцы очень большие мастера ведения радиоэлектронной борьбы. Я так думаю, что они в этом деле преуспели настолько, что ушли в такой отрыв, что нам ещё их догонять и догонять в этом плане. То есть... А у них хорошие технологии, вы имеете в виду? У них и технологии, и средства. И, собственно говоря, чем достигается вот в первые минуты постановка помех. В частности, вот, например, в системе противовоздушной обороны. А помехи ставятся таким образом, такой интенсивности, что они делают невозможным работу практически всех радиоэлектронных средств. Например, возьмём вот систему истребительно-авиационного прикрытия. Дело в том, чтобы вывести истребитель для перехвата того или иного воздушного объекта, ну, во-первых, надо какие-то данные получать от системы радиоакционной разведки. Потом должны функционировать пункты управления, пункты наведения, точнее, истребительной авиации. Поскольку необходимо создавать какое-то определённое поле управления. То есть, если, например, перехватчик поднимается в воздух, то штурманы наведения с тех или иных пунктов наведения подводят его к той или иной цели. И когда уже он подходит на дальность включения радиоакционного прицела и выполнения боевой задачи, он, собственно говоря, производит непосредственно действия по перехвату. В противном случае задача перехвата становится невыполнимой. Ну, как он найдёт, ну, в необъятном небе там самолёт противника, правильно? Ну, это ж не времена, там, Великой Отечественной или Первой мировой войны, что типа взлетело и визуально обнаружил. А самолёты современные действуют, ну, например, американские, западноевропейские, например, это от полутора тысяч километров боевой радиус и выше. Обычно две тысячи километров и более наши отечественные истребители первого поколения, ну, немножко поменьше. Но к этому вопросу вот мы ещё вернёмся. То есть, если поставлены мощные помехи, например, по радиолинии штурманов наведения, средствам разведки, радиолокационной, то делает это, в принципе, вообще невозможной задачей перехвата. Далее такие же мощные помехи ставятся, во-первых, всем средствам разведки, всем зенитно-ракетным системам, что, ну, делает совершенно невозможной работу в эфире. То есть, например, помехи бывают, вот опять-таки, американцы от конфликта к конфликту не повторяются. Помехи бывают, например, слабой интенсивности по мощности, средней, бывают сильной интенсивности. — Милан Михайлович, вот вы сейчас говорите, у меня, смотрите, отключился монитор, и какие-то помехи пошли. Вот удивительное совпадение. — Слабая или сильная интенсивность? — У вас тоже, Евгений Анатольевич, такое дело? — Нет, всё нормально. — Нет, у меня с помехами всё хорошее. — Значит, ну, есть ещё помехи, так называемые, подавляющие мощности. — Вот, а, видимо, они, да. — Вот, то есть, американцы ставят помехи такой мощности, что, ну, например, помехи сильной интенсивности, они на экране индикатора видны. Ну, например, там, белая засветка, там, помехи самых разнообразных видов, значит. А если помеха подавляющей мощности, то экран индикатора чёрный. И боевые расчёты, вот, зенитно-ракетная система, радикулационные станции могут принять этот экран за то, что, ну, просто какая-то неисправность на станции. Начинают там друг другу говорить, проверь предохранитель, у тебя что-то с питанием. А это помеха подавляющей мощности. А в это время по боковому лепестку уже подлетает противорадикулационная ракета, взрыв. — А что значит по боковому лепестку? — Ну, дело в том, что... — Когда подлетит, узнает. — Ну, понятно, то уже будет поздно. — Ну, дело в том, что обычно любое радиоэлектронное средство, ну, формирует какую-то диаграмму направленности. Ну, в виде луча какого-то. Ну, а в связи с тем, что на раскрыве антенны амплитудно-фазовое распределение, оно неоднородно, то получается, ну, действительно, как вот, если изобразить графически диаграмму направленности какого-нибудь радиоэлектронного средства, то она примерно в виде цветка с одним очень-очень большим лепестком. Вот это главный лепесток. А есть боковые и задние. Так вот, иногда радиоэлектронные ракеты запускаются не по главному лепестку, что иногда легко обнаружить, а, например, по заднему или по боковому. И в этом случае поражение, значит, радиоэлектронного средства происходит... Ну, расчет даже не видит, что по ним пущена ракета, например. Вот, то есть, вот эти помехи, помехи, они делают невозможным, невозможным всю работу, в общем-то, всего комплекса, как зенитно-ракетных средств, так и радиолокации, так и истребительной авиации. То есть, и управлять невозможно, и ничего не видно, значит, и никак отстроиться нельзя, значит. И тем более, вот эти помехи, они ставятся вот такой мощностью в течение всего конфликта. То есть, работа радиоэлектронных средств вероятного противника становится невозможной. И поэтому, вот, как правило, ни одна зенитная ракета-система, ни один зенитно-ракетный комплекс огня по американской авиации не открывает. Почему? Нет возможности. Причем они там ставятся на всех частотах, на частотах управления, значит, по радиолинии ракеты, значит, всем, ну, буквально всем станциям, всем связным и речевым там станциям, значит. То есть, ну, невозможно... Как это? Невозможно работать, можно даже так сказать. Вот. Казалось бы, значит, остаются средства, которые, ну, не сильно подвержены помехам. Это, например, переносные зенитно-ракетные комплексы. Он не подвержен помехам там, поскольку там все визуально определяется и наводится с помощью тепловой головки самонаведения. Есть, например, зенитная артиллерия малокалиберная. Там тоже можно вести огонь с помощью оптических прицелов. Есть комплекс, который используют тоже вот телеоптические визиры. Там, значит, тоже, казалось бы, значит, можно не задеть... Вот средства помехи там не так актуальны. Но, как правило, вот эти все комплексы, системы, они действуют на высоте примерно, ну, максимум до 5-6 километров. И американцы в этом случае уходят на так называемые безопасные высоты. А при этом они все равно могут оттуда поражать цели, да? Да в том нет. Мы сейчас вернемся к вопросам поражения. И они осуществляют бомбардировку вероятного противника с высот 10-11 тысяч метров. То есть ПЗРК не достанет. Никакая малокалиберная зенитная артиллерия не достанет. Комплексы с оптическими визирами не достанут. И плюс еще ко всему удары, как правило, наносятся ночью. То есть, вот, например, 4 часа утра, 5 часов утра, полная темнота. Это особенно, значит, вот в тех районах, где обычно ведутся боевых действия, это уже, как говорится, ближе к тропикам. Вот, полная темнота. И, как правило, бомбардировки ведутся высокоточными боеприпасами. Ну, например, бомбами типа Джей-Дам. Это бомбы, обычные бомбы, к которым дополнительно пристраивается, значит, такой комплекс наведения, который включает в себе инерциальную систему наведения и корректировку с помощью GPS. И вот представим себе командира, например, мотопехотного, мотострелкового батальона. Вышел, занял район обороны, ночь, ничего не подозревает. В это время с большой высоты, с 11 тысяч метров, самолет это не слышно, по большому счету. На него падает, например, 5-7 бомб типа Джей-Дам. А эти бомбы, у которых промах, там 5-7 метров, круговое вероятное отклонение. То есть, одна бомба обязательно упадет, паразит командно-наблюдательный пункт батальона, вторая пункт боепитания, третья в минометную батарею, четвертая там в узел связи, где радиостанции все стоят, этого командира батальона. И вот это в первую ночь. Он там хорошо вышел на новый рубеж во вторую ночь, ну, если, конечно, остался живой, снова оборудовал батальоны район обороны. Опять в 4 часа утра, опять 5 бомб, и опять в те же самые чувствительные места. Ну, много так люди выдержат. А если эти бомбардировки осуществляются 20, 30, 50 суток, вы представляете, вот какое сильное моральное воздействие? Каждую ночь, да еще плюс вот конкретно вот такие чувствительные точки, и ничего невозможно сделать. Вот полностью, значит, происходит просто избиение. Это как, например, у средневековых рыцарей в свое время было любимым спортом, любимым видом спорта врубиться в толпу крестьян, ну, при крестьянских войнах там, и налево-направо их рубить мечами, поскольку у крестьян там единственное оружие было. Это коса, которая была, ну, там, наспех распрямлена в ближайшей кузнице. Ну, вот это примерно такое же избиение продолжается на продолжении недели, двух, трех. Это ведь страшно вот морально угнетает. Потому что, во-первых, ты никак не можешь ответить этому. Но мы все-таки должны начать с первых дней удара, поскольку, значит, первые, как правило, первые, там, два-три дня ведения кампании – это самый сильный и самый массированный удар. Как правило, значит, это и авиация, это и крылатые ракеты воздушного базирования, это и крылатые ракеты морского базирования, которые запускаются с подводных лодок, с надводных кораблей. И самое главное, значит, у противника Соединенных Штатов и их союзников, как правило, нет никаких средств, чтобы вот адекватно ответить, хотя бы нанести удар по авианосцам, нанести удар по аэродромам, нанести удар по подводным лодкам, надводным кораблям. Поскольку в этом случае их боевые возможности, ну, должны ведь как-то ведь сопоставимы с боевыми возможностями противника, правильно? А для того, чтобы нанести, например, удар по авианосной ударной группе, ну, это самостоятельная морская операция. Вот сухопутных операций нет, а морские операции есть, вот одна из которых включает борьбу с авианосными ударными группами. То есть, опять-таки, чтобы адекватно отвечать Соединенным Штатам в этих условиях, их союзникам, надо все-таки, наверное, иметь армию, но которая бы соответствовала по возможностям, по формам, способам ведения боевых действий армии Соединенных Штатов. Но если это не происходит, то начинается избиение. И вот, пожалуйста, Ирак – избиение, Югославия – избиение, Ливия – страшное избиение. И, казалось бы, значит, тут такое иногда вот, есть такое мнение, что типа, ну вот, если бы, например, Муаммар Каддафи закупил там несколько комплектов зенитно-ракетных систем С-300, там, панцирей, то вполне возможно, чтобы он типа устоял вот перед мощью Соединенных Штатов, Франции, остальных союзников по НАТО. Понимаете, в чем тут дело? Что, да, зенитная ракетная система С-300 – это очень эффективное средство ведения борьбы с воздушным противником. Но это очень важно, но это всего кирпич в противовоздушной обороне. Очень важно, можно сказать, замковый камень. Но, тем не менее, если не будет соответствующих ударных средств, если не будет средств радиоэлектронной борьбы, если не будет космоса, то устоять против такого противника, как Соединенные Штаты и их союзники, ну, практически невозможно. Поэтому не случайно многие военные вот эксперты, геополитики говорят, что серьезная военная держава начинается с чего? Ну, во-первых, население, не меньше 300 миллионов населения. Во-вторых, обладание ядерным оружием. В-третьих, обладание космосом. Почему? Потому что если у тебя нет орбитальной группировки, которая может решать все насущные задачи ведения боевых действий, то, наверное, вряд ли ты сможешь вести современную войну. И если у тебя нет, например, распоряжений глобальной навигационной системы, то ведь и нет возможности применять высокоточное оружие. Нет возможности вообще управлять боевыми действиями в реальном масштабе времени. Поэтому вот скептики, которые говорят про ГЛОНАСТ, по идее, зря ГЛОНАСТ – это как раз-таки такая система. То, что зря. Это важнейший элемент национальной безопасности. Но если у вас его нет, то с национальной безопасностью все очень грустно. Да. Опять-таки, значит, и не случайно, значит, все страны, которые, ну, претендуют на какие-то центры силы, например, Соединенные Штаты, ну, собственная система глобального позиционирования, Европейский Союз разворачивает свою систему, Китай начинает разворачивать свою, Индия уже начинает говорить о том, что... Почему? Потому что, ну, вот, например, в случае военных действий, правообладатель, ну, те же самые Соединенные Штаты, отключат точный GPS. И все. Ну, там уже сейчас же ошибка какая-то внедрена, да? Нет. Насколько я понимаю, в GPS небольшая. Опять-таки, значит, опять-таки, тут еще надо забывать, что в руках Соединенных Штатов не только GPS, как средство воздействия на ту или иную страну, никогда еще не надо забывать о том, что даже у нас в стране 90-95% всего программного обеспечения – это американское. Но вплоть до системы заказа билетов, авиабилетов и системы сортировки багажа. Ну, я уж не говорю, значит, о картах типа Visa, там, MasterCard. Вот в свое время Сердюков, значит, приложил немало сил со своими соратниками, чтобы разрушить систему финансового обеспечения в вооруженных силах и перевести там всех на эти карты. Но центр-то транзакции находится в Соединенных Штатах. Ну, и опять-таки, чтобы вести вооруженную борьбу, военные действия, надо обладать, ну, определенной степенью независимости. Вот мы сейчас говорили о чисто военных вопросах, но к этим еще надо обязательно добавить вопросы продовольственной безопасности. Ну, я извиняюсь, без харчей-то воевать как-то нельзя. Вопросы, значит, технологической безопасности, вопросы финансовой безопасности. Потому что если вы отважно размахиваете шашками, надуваете щеки, а вот эти вопросы у вас не решены, ну, собственно говоря, наверное, и войны... Полос на глиняных ногах получается. Войны-то, наверное, не получится. Кстати говоря, несмотря на всю могучесть Советского Союза, времен товарища Сталина, многие вопросы технологической независимости, технической, у него же тоже были не решены. Вот иногда, когда говорят о том, что, опять-таки, те же самые Соединенные Штаты, но когда были нашим союзникам во Второй мировой войне, обычно принято говорить, что они нам и мало помощи оказывали, и не ту помощь оказывали, и не в тех размерах помощь оказывали. И, собственно говоря, вообще у нас иногда вот какую-то содержательную дискуссию или обмен мнениями у нас вести достаточно трудно, поскольку, значит, ну, сразу начинаются крики, сразу начинается размахивание шашками... Но вас могут обвинить в том, что вы, ну, пересматриваете... Обвинить могут в чем угодно. Нет, значит, я перефразирую Михаила Михайловича Живанецкого, могу сказать только одну фразу. Одно неловкое слово, и ты уже либерал. Да, но нам сейчас нужно сделать небольшую паузу на новости. 5-5-3-3-3-Вести. Напомню, у нас в гостях военный эксперт Михаил Ходоренок. Возвращаемся в студию. У нас в гостях Михаил Ходоренок, военный эксперт Михаил Михайлович. Продолжим. Давайте еще вот остановимся. Пока вы не либерал. Да. Но вернемся все-таки к этому выражению, что одно неловкое слово, и ты уже либерал. Вот в отношении, так сказать, технологической, можно сказать, и технической независимости. Конечно, никто не говорит о том, что нам надо замкнуться в своих границах, там, опять-таки, прибегнуть к какой-то технологической, экономической автарке. Но есть такие вещи, крайне чувствительные, значит, которые должны быть, ну, скажем так, исключительно национальный характер иметь. В противном случае, ну, национальная безопасность нам не гарантирована. Конечно, понятно, что это очень тяжело по некоторым позициям достигнуть, но работать в этом направлении надо. А что касается вот американской помощи нам во время Великой Отечественной войны, ну, наверное, тут достаточно привести несколько позиций, ну, насколько она была чувствительна вот по некоторым пунктам. Вот, к примеру, значит, возьмем штат любого полка. В нем есть легковые автомобили для обеспечения служебной деятельности. Они так и называются. Легковой автомобиль для обеспечения служебной деятельности. Он начинается с полка, присутствует в дивизиях, армиях, корпусах и так далее. Ну, потому что командиры, ну, ведь они должны контролировать, как выполняются те или иные приказы, правильно? Ну, им нужно объезжать, соответственно, какой-то район. Опять-таки, значит, пока своими глазами ты сам не увидел, все остальное, это уже доклады подчиненных, они могут быть, скажем так, не совсем точны. Вот, и опять-таки, ну, как и в Генеральном штабе, значит, было все время у нас такое выражение, значит, докладывайте только то, что лично видели собственными глазами, а не с чьих там там слов. То есть вот крайне необходимая вещь легковой автомобиль, тем более повышенной проходимости, для обеспечения служебной деятельности. Вот, к примеру, значит, наша промышленность отечественная за годы войны выпустила чуть больше 2,5 тысяч легковых автомобилей повышенной проходимости. Это, в основном, ГАЗ-67. Вот. А американцы нам поставили более 50 тысяч. Ну, чтобы понять, на чем ездили командиры Красной Армии во время Великой Отечественной войны, вот, например, достаточно, наверное, только одной вот этой цифры, что 2,5 тысячи и 50 с лишним тысяч. Вот. Это, в основном, автомобили Виллис, Додж, как его называли иногда, три четверти. Или у нас вот иногда некоторые образцы вооружения и военной техники. Опять-таки, я, упаси бог, тут не американской пропагандой занимаюсь. Просто, когда мы, значит, говорим о некоторых вещах, ну, скажем так, с позиции пропаганды, мы иногда себе крайне сужаем площадку для какого-то объективного анализа. Вот. А это, в общем-то, всегда чревато всякими пагубными последствиями. Ну, и второй пример, чтобы на эту тему, собственно говоря, и закончить автомобильную. А вот у нас иногда к оружию Победы относятся гвардейские минометы БМ-13 и БМ-31. Ну, по нашей прославленной «Катюше». Вот. Всего их за годы войны было выпущено 20 тысяч штук. Ну, чуть больше. А на базе отечественных автомобилей, типа ЗИС-6 или ГАЗ-3А, было собрано 200 «Катюш». А все остальные на базе автомобиля «Студи Беккер». Вот, к примеру, только. Вот. Каков вклад американской автомобильной техники, значит, в нашу победу? Ну, я уж не говорю про грузовые автомобили «Студи Беккер», значит, которые, в общем-то, и обеспечили нам необходимую подвижность в подаче материальных средств действующей армии. Нам бесплатных давал американская команда? Да, нам они практически ничего бесплатно не давали. Ну, и опять-таки, значит, мы расплачивались за это золотом и поставками, значит, ценных материалов. И еще очень долго, значит, были споры после войны, когда мы, наконец, заплатим оставшийся долг под ленд-лизу. Но тут о чем надо обязательно сказать? Что у нас вот иногда, вот это, наверное, ошибка русского менталитета такого, что вот отношения между людьми мы все время переносим на отношения между государствами. А это, собственно говоря, уже совершенно другая материя. Там нет таких понятий, как мораль, там, нравственность. Там есть понятие национальной интересы. Вот иногда мы, например, в межгосударственных отношениях традиционно действуем с позиции, там, какой-то нравственности, морали, там, желания помочь. Но никогда англосаксы не будут действовать из каких-то моральных соображений. Да и никто не будет. Да и никто не будет. А китайцы, можно подумать, будут. Да и японцы. Да и Иран, да господи, прости. Это у нас только иногда какое-то легкое перевозбуждение, там, как во время, значит, русско-турецкой войны 1877 года, освобождать братьев-славян, там, значит, и так далее. Те же самые братья-славяне потом несколько раз подряд нам отплатили за это. Да, с процентами. Да, с процентами причем. Поэтому тут всегда в этих делах должен быть холодный расчет. Холодный расчет и учет сугубо национальных интересов. И поэтому, ну вот, как говорится, эмоции в сторону. Но все-таки вернемся к формам и способам ведения вооруженной борьбы, которые применяют Соединенные Штаты в отношении своих противников. Как я уже говорил, у них всегда что-то вот новенькое припасено. И вот когда мы обсуждаем, вот как они ведут боевые действия, это можно только сказать, что вот они действовали так раньше. Как они будут вести себя в следующем конфликте, что у них там припасено, это большой вопрос. Но... А можете, пожалуйста, привести пример, я имею в виду, вот как, например, менялось, вот что было в Ираке, там, в первую кампанию, там, буря в пустыне, чем отличалось, например, от Ирака в 2000, там, в начале 2000-х годов. Что нового постоянно появляется? Ну, можно подумать, что будет следующее. Кое-какие тенденции, конечно, можно выстроить. Например, вот во время буря в пустыне образца 1991 года началась с 38-суточной воздушной кампании, в рамках которой было проведено несколько воздушных операций. Вот, кстати говоря, значит, у нас вот эти слова «операция», «массированный удар» до того затаскали, что уже, ну, наверное, не понимают смысла многие. Что такое, собственно говоря, операция, что такое массированный удар? Мы к этому вернемся еще. Ну, вот в течение 38 суток они проводили воздушную кампанию, совершили 38 тысяч боевых вылетов. То есть, весь этот Ирак еще до введения в действие группировок сухопутных войск, ну, практически смели с лица земли. И что характерно еще тогда, тогда процент применения высокоточного оружия был относительно невелик еще, но от силы 8-10%. Ну, вот тогда состоялись впервые в боевой обстановке были применены ракеты, крылатые ракеты морского базирования «Тамагавк», крылатые ракеты воздушного базирования со стратегических бомбардировщиков. Вот это все было впервые. Вот потом, следующая операция в этом регионе, это «Леса в пустыне», так называем. Что уже характерно, они уже отказались вот от таких массированных действий авиации и от вот такой какой-то ярко выраженной воздушной кампании. Удары наносились исключительно только высокоточным оружием, по исключительно конкретным целям. И вот такого, что ну как раньше, что типа небо черным черно от авиации, вот уже не было. Но эта операция прошла без применения сухопутных группировок. А чем была характерна операция 2003 года, с таким все-таки с претензионным названием «Свобода Ираку», лучше бы, конечно, не этой свободы ему не несли. Но, во-первых, значит, все тоже ожидали, что она начнется с воздушной кампании, с массированных ударов. А она началась как-то, ну как-то вот с действия одиночных групп авиации, с ударами исключительно высокоточным оружием. И с первого же дня в действия были введены сухопутные группировки войск, ну что, чего никто не ожидал и не предполагал. И, собственно говоря, опять-таки, значит, вот как-то вот такого массированного применения авиации не было. А воздействия на противника, ну в плане парализации его государственного военного управления, вывода из строя всех более-менее важных объектов, было достигнуто, ну в еще гораздо большей степени, чем в предыдущих двух кампаниях. Тем более, значит, ну у каждой страны, значит, есть такие вот чувствительные вот инфраструктурные точки, например. Вывел их из строя, значит, и хаос. Вот у нас, например, мало кто знает, что через Великую Русскую реку Волгу у нас всего шесть мостовых железнодорожных переходов. Всего шесть. Нам кажется, что там мостов там гораздо больше, а их всего шесть. Там через Опи и Енисея еще меньше. Вот выведи из строя только эти железнодорожные мосты, и что, и хаос? Страна парализована. Потому что, как говорили еще немецкие генералы, там, где кончается железная дорога, там кончается война. И вот при всех вот этих боевых действиях, кампаниях, они в первую очередь стремились нанести удар именно вот по таким чувствительным точкам. Ну, например, в первую очередь вывести из строя радиолокационные все средства, аэродромы, командные пункты, узлы связи. Снести с лица земли там все объекты, которые представляют вот очень важную роль, например, в обеспечении материальными средствами. Вот как в Югославии. Специально вот снесли все мосты через Дунай. Вот просыпаются утром, мостов нет. То есть, раскалывали фактически территорию на две части. Да, да. И вот это получалось у них, в общем-то, необычайно успешно. И опять-таки, чтобы вести борьбу с таким противником, ну, опять-таки, значит, надо обладать потенциалом не меньшим, чем он. Правильно? Потому что, опять-таки, значит, никогда тут два момента есть. Первое, значит, или вы обладаете таким же потенциалом, таким, каким обладают Соединенные Штаты или их союзники, или другой вариант, что вот такими действиями, что, собственно говоря, все лидеры всех остальных государств мира, которые претендуют на проведение той или иной независимой политики, но они начинают понимать, что если политика будет уж слишком сильно независимой, то тогда, как говорится, к ним прилетят на следующий день. И нести свободу, да? Да, принесут свободу, демократию, и устоять-то невозможно практически. Конечно. И тогда вот такими действиями Соединенные Штаты вольно и невольно подталкивают к чему? К разработке и обладанию ядерным оружием. Либо, ну да, по большому счету. Первое, или оружие массового поражения, там типа какой-нибудь, какие-нибудь, значит, это, блохи, значит, зараженные пятнистой лихорадкой скалистых гор, значит, или там какие-нибудь чумные бактерии и так далее, ну, подобное. То есть они реально, поскольку в технологическом плане на равных им ответить невозможно, то это невольно подталкивает все остальные страны к разработке оружия массового поражения, как относительно дешево и способного дать, ну, адекватный ответ в этой обстановке. — Михаил Михайлович, нужно сделать небольшую паузу на новости. Я напомню, у нас в гостях военный эксперт Михаил Ходоренок. 5533 Вести для ваших вопросов. Военный эксперт Михаил Ходоренок у нас в гостях, Михаил Михайлович. Так, получается, что вы начали говорить о том, что надо разрабатывать какое-то такое оружие массового поражения, чтобы хоть как-то защититься от этой вот сверхдержавы, которая на тебя нападает, несет тебе свободу и демократию? — Ну, дело не в том, что надо разрабатывать. Наверное, не так правильнее сказать. Правильнее все-таки сказать, что вот такими своими действиями Соединенные Штаты невольно подталкивают лидеров некоторых стран к обладанию оружием массового поражения. Но в частности, например, если обратиться к примеру Северной Кореи, то поскольку она обладает ядерным оружием, то как-то уже вроде как свободу и демократию ей никто не собирается на крыльях своих самолетов, а с ним проводит переговоры, консультации. А он там иногда размахивает шашкой, говорит, вот сейчас уроню фугас и так далее. — А мне кажется, у них нет средств доставки. — Ну, кое-какие есть, кое-какие есть. Да у них, наверное, еще и ядерный боеприпас еще не доведен до той стадии, чтобы он мог, ну, так сказать, разместиться в головной части ракеты. — Есть ощущение, что просто всех устраивает Северная Корея, такая, какая она есть. Она всем нравится, она интересный, такой чудаковатый режим, всем нравится. И внутри главной страны всех все устраивает. — Ну, опять-таки, это только пока. Это только пока. Ну, а что касается, например, многих остальных государств, которые проводят такую резко независимую политику, там высказывают свое мнение, иногда в ущерб даже себе, тут что надо учесть только лидерам подобных государств? Таких, кстати, немало и на постсоветском пространстве, которые, значит, ну, уж очень проводят независимую политику. Тут надо учесть только одно, что, ну, все это хорошо до поры до времени. Все это хорошо до той поры, пока не начались какие-то вот тектонические подвижки. Потому что, например, та же самая Европа после наполеоновских войн, практически до Первой мировой, ну, жила без особых потрясений. А потом, когда начались вот подобные фазовые переходы, точки бифуркации, ведь все вот эти лоскутные государства с их смешными потешными по численности, по боевым возможностям марами, они очень быстро сгорают в пламени большой войны. И поэтому тут надо сразу решать, ну, я прошу прощения, что, может быть, до некоторой степени упрощаю ситуацию, но хочу сказать, вы, ребята, уж сразу определитесь, вы за белых или за красных. А то с многими государствами на просторах бывшего Советского Союза не договориться даже по элементарным вопросам. Ну, не будем сейчас кого-то называть персонально, но вот, к примеру, значит, ведутся разговоры о создании объединенной системы, например, ПВО, с теми или иными странами. Собственно говоря, ну, на первый взгляд, все вроде бы благополучно там, какая-то идиллия даже в межгосударственных отношениях, все вроде бы совсем согласны, но, тем не менее, главные вопросы, коренные вопросы, они так и не решены. А в чем они заключаются, вот эти главные коренные вопросы в военном деле? А вот, например, если есть две каких-то структуры, две каких-то военные структуры, то должен быть общий командный пункт. А иначе, да, это будет в разнобой все. Если есть два военачальника, которые там сердито шевелят усами, надувают щеки и размахивают шашками, один из них должен быть старший. Вот если этого нет, никакой необъединенной системы, ни ПВО, ни какого-то блока там военного, значит, быть не может по определению. Но НАТО вот так работает? НАТО работает на именно, что у них есть, как говорится, общий командный пункт, у них есть общий военачальник, которому в той или иной степени подчинены, значит, все остальные. Ведь подчинение, оно может быть каким? Оно может быть непосредственным. Вот, например, подчинение. То есть, когда, ну, мало того, что военачальник ставит соответствующие боевые там оперативные задачи, но он и в состоянии тебя назначить, снять, придать там суровому разносу. Вот это непосредственное подчинение, например. Есть оперативное подчинение. То есть, он ставит те же самые оперативные боевые задачи, но не имеет права вмешиваться во внутреннюю жизнь, там, например, там полка, дивизии, армии, которые ему подчинены оперативно. Он никаких дисциплинарных прав в отношении командиров этих не имеет. Он может только ставить им боевые задачи и управлять ими в бою. Вот это называется оперативное подчинение. Есть еще два вида подчинения. Это так называемые приданные и поддерживающие. Но когда вы что-то затеваете, а у вас ни непосредственного, ни оперативного, ни приданных, ни поддерживающих, а какой-то комок амбиции, ну, о каком реальном выполнении боевых задач может идти речь. Это вот первый момент. А теперь, ну, придадимся некоторым геополитическим фантазиям, пускай нас потом обвинят, ну, в военно-политическом примитивизме, там, значит, или то, что мы слишком сильно и возбужденно начали, значит, это каким-то мечтанием предаваться. Ну, вот вернемся к вопросу Ливии. Предположим, например, тот же самый Муамбр Каддафи, вместо того, что демонстрирует там какой-то определенный набор, значит, это своих там политических установок, сказал бы, например, лидерам нашего государства, что типа я вот сознаю, что у вас очень большие трудности в базировании вашей эскадры в Средиземном море, что практически вы не имеете там баз, не имеете пунктов материально-технического обслуживания. Вот вам один из, вот одна из военно-морских баз, ну, в вашем распоряжении, скажем так. Срок аренды там 99 лет за чисто символическую цену. Вот вам, пожалуйста, две площадки под строительство аэродромов дальней авиации. Вот вам место для размещения бригады оперативно-тактических ракет. Вот вам место для размещения ваших разведывательных средств. Так вы, наверное, до сих пор бы в своем шатре по миру ездили? Ну, ездил... Мне не исключено. Нет, опять-таки, это фантазия. Ну, наверное, все-таки ездил бы и в шатре, и все, и демонстрировал свои палеты там, неимоверные, значит, пышности. У него много было, да. Пышности, значит, и так далее и тому подобное. Но, опять-таки, значит, да, безусловно, это какая-то сдача определенной доли национального суверенитета. Но вы только сами определитесь. Или это вы за страну, или вы сами хотите остаться в живых. По большому счету, ведь сирийский лидер Башар Асад, он живет и здравствует только потому, что на территории его страны... Он сделал правильный в этом отношении выбор. Вовремя приехал. Он сделал правильный выбор. А, видимо, все-таки, полковник и лидер Ливийской революции был переполнен ненужными амбициями. Это все-таки заметно по пышности его эпалет и по длине Аксельбанта. А ему предлагали, думаете, такие варианты? Ну, ведь это только из-за... У него все было. У него все было. Дальше... Ну, как говорится, как у нас в свое время, значит, говорили, значит, в начале 90-х. Ваш ваучер, ваш выбор. Ну, вот сделал выбор. Ни полковника не стало, ни страны не стало, ничего не стало. А так, опять-таки, позвольте себе повторить еще вот это слово. Вы определитесь. Поэтому серьезная, серьезная держава начинается, опять-таки, вот именно с тех критериев, о которых я говорил. Мощные вооруженные силы, ядерное оружие, космос, технологии. Нам, кстати говоря, еще, как принято в этом говорить, еще ой, как надо сильно поработать. В плане того, чтобы решить еще многие вопросы, как в сфере строительства и вооруженных сил, так и в сфере преодоления, значит, наших некоторых технологических промоков. Потому что сказать, что у нас тут вот решительно все, слава богу, с этими вопросами. Ну, если до самого последнего времени 80-85% электронно-компонентной базы было импортного происхождения, причем, которое состояло непосредственно на нашей, так сказать, на нашей боевой и другой технике. На ключевой, то есть. На ключевой, тем более. А ведь это, по большому счету, это к чему может привести? Потому что, ну, собственно говоря, это всем известные вещи. Но если есть какая-то закладка, закладка в электронно-компонентной базе, поставленная разработчиком, то чтобы определить вот эту закладку, надо, во-первых, компетенцию не меньше, чем разработчику. Во-вторых, затратить на это силы средств в два раза больше, чем на создание, собственно говоря, вот этого образца электронно-компонентной базы. И неизвестно ведь, когда это сработает, в какой момент. Потому что тот же самый Саддам Хусейн, он закупал радиоэлектронные средства, разработанные, к примеру, во Франции. А толку? Нет, ну, в самый критический момент существования Ирака они отключились в нужный момент времени. Вот и все. Вот и все дела. Да, вот и все дела. Вот что означает покупка импортного вооружения и военной техники. Поэтому тут еще ой-ой-ой, как надо потрудиться, чтобы преодолеть вот эти... Самое главное, что сейчас хоть понимание это есть. Потому что вот раньше и не было понимания. Раньше некоторые вещи и сказать-то было невозможно, поскольку, значит, как-то либеральная составляющая в умопостроениях наших граждан присутствовала очень сильными. Вот так, наверное, надо сказать. Корма такой. Ну, получается, у нас же говорят, что нельзя все делать, мир глобален, и мы не можем все делать только вот у нас. Нельзя замыкаться, нужно стараться как-то кооперироваться. А вот правда как можно? Мир глобален, глобален. Только есть некоторые вещи, которые или вы делаете у себя, или вы абсолютно беззащитны. Ну да, вот мы скооперируемся, а потом получится, что в нужный момент это отключится. Скооперируйте GPS с ГЛОНАССом, например, при которой у вас будет зависеть элементная база не от вас, а с интересом, посмотрю. Нет, есть важнейшие вопросы национальной безопасности, которые надо всегда иметь в виду. Понятно, что, конечно, все глобально, там, кооперация, мир дружба, значит. Но когда речь пойдет о коренных национальных интересах, когда речь пойдет о вопросах войны и мира, вся эта глобальность, вся эта взаимная кооперация, все это, ну, отлетит сразу, как вот ненужная шелуха. А где технологии брать, получается? У нас совсем мало времени, но вот, как китайцы делать, они, я слышал, приворовывают чуть-чуть технологии, по-разному. Да вы знаете, все ведь по-разному. У нас, кстати говоря, значит, наша разведка, значит, внешняя, она, значит, не столько там это пыталась иногда засунуть, значит, нос какие-то именно сугубо военные секреты. Ведь, по большому счету, значит, одно из направленных, один из основных векторов ее деятельности, это была разведка промышленных секретов. Спасибо большое. Михаил Ходоренов был в гостях. Спасибо.